Ваш нос привык, вы больше его не замечаете. Наносим не на одежду, наносим на тело. Как сохранить приятный аромат, приятный запах от себя в течение всего дня? Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Ребят, как мы уже говорили в предыдущем видео, мы поговорим с вами о мужском парфюме. Как правильно им пользоваться, как избежать ошибок и в принципе, что это такое. К сожалению, мы заметили такой момент, что мужчины не всегда знают, как правильно пользоваться парфюмом. Женщины знают это лучше и пользуются им постоянно, а мужская тема почему-то не раскрывается. В конце я расскажу вам, как сейчас эта ситуация меняется в мире. Погнали! Первонаперво мы с вами разберемся, что такое парфюм, что такое духи, одеколон, туалетная вода и чем же все-таки не все отличаются. Ребят, в основе любого парфюма находятся эфирные масла, которые придают как раз стойкость аромату, который будет звучать. Это правильно называется звук запаха. Погнали! Самый насыщенный эфирными маслами это духи. В духах содержится порядка 30-40% эфирных масел. Они обладают самым стойким запахом, 6-8 часов, ярко-ярко выраженным. Это самый конструированный аромат. Далее идет по списку туалетная вода, порядка 25-30% эфирных масел. Звучать не будет порядка 4-х часов на вашем теле, на вашей одежде. И самое слабое это одеколон, всего 3-5% эфирных масел. Самый слабый звук, буквально час. Теперь вы знаете, как это все разграничивается. Мы идем дальше. Довольно часто, когда мы ездим в метро или еще где-то, мы можем прям почувствовать очень сильный такой шлейф от кого-то. Будь то мужчина или женщина, очень яркий запах, который мы вообще не можем даже перенести. Человек очень много нанес на себя парфюма. Либо наоборот, под вечер вы приходите домой и понимаете, что от вас уже ничем не пахнет. И это, к сожалению, не привычка. О привычке мы поговорим чуть позже. Что делать? Наносить дозировано. Как наносить и сколько наносить, я расскажу дальше. Как подобрать под себя парфюм? Ребят, поймите, парфюм подбирается индивидуально, основываясь на ваших предпочтениях. Но есть определенные правила. Чем холоднее на улице, тем слаще и приятнее, ну такой более сладкий запах должен быть у вашей туалетной воды. Если на улице холодно, более сладкие ароматы. Если на улице жарко, более прохладные цитрусовые ноты, ну более такие можно табачные, миндальные использовать. То есть более-более такие вот они прям холодные. Но не надо использовать ментол. Соответственно, когда вы уже выбрали себе аромат, как его хранить? Срок годности большинства духов или любой парфюмерии 3-5 лет в закрытой банке. В открытом виде флакон сохраняет свои свойства до года, ну не более года. Где хранить? Самыми злейшими врагами любого парфюма является свет, влага и высокая температура. Поэтому не самым лучшим вариантом будет хранить свое деколон или туалетную воду в ванной, где влажность, свет, жара после душа и все прочее. Храните их правильно. Теперь мы с вами поговорим о том, что вы уже выбрали аромат, вы знаете где его хранить, как же правильно им пользоваться. Давайте с вами разберем, что, ну как вообще раскрывается любой аромат. Всегда у любого аромата есть 3 ноты. У них есть каждое свое название и что это за ноты. Первое. Верхняя нота. Верхняя нота это тот самый первый запах, который раскрывается. Держится он, как правило, минуту. Потом вступает нота сердца. Почему она так называется, вы поймете далее. Этот аромат держится порядка 10 минут. И третьим слоем раскрывается базовая нота парфюма. Это тот запах, который будет с вами на протяжении нескольких часов, либо всего дня. Соответственно, если вы просто где-то попшикали в магазине на бумажку и понюхали, это не тот запах. Подождите хотя бы минут 5 и вы поймете уже более-менее, как раскроется он хотя бы в ноте сердца. Соответственно, аромат раскрывается постепенно. Чтобы это произошло, вы должны нанести его правильно. Не на одежду. Очень часто мужчины совершают эту ошибку. Наносят одеколон, туалетную воду, духи на одежду. Так делать не надо. Первое, эфирные масла могут испачкать вашу одежду, испортить. И второй, аромат не раскроется. Он очень быстро выветрится, не раскроется и толку от этого не будет. Поэтому мужчины очень часто выливают на себя много парфюма для того, чтобы ярче пахнуть. Но это не выход. Когда вы вышли из душа, ваше тело чистое, вы вытерлись на сухополотенцем, вы наносите парфюм на так называемые зоны пульсации. Что это такое? Те места в вашем теле, где ваши артерии и вены наиболее близко к поверхности кожи, называются зонами пульсации. То есть там аромат будет раскрываться лучше всего. И ему в этом будет способствовать ваш пульс. Также он будет разноситься по вашему телу. Вы могли заметить то, что, допустим, у женщин даже вечером ты подходишь к ней, ты чувствуешь от нее аромат. У нее пахнут вещи, пахнет тело, пахнет она сама. У мужчин, к сожалению, к вечеру не часто такое можно встретить. Все дело в нанесении. Зона нанесения парфюма вот здесь. Это те самые зоны пульсации. Красным выделены те места в теле, где наивысшая температура. Соответственно, на ноги его наносить не надо. Идем дальше. Наносим не на одежду, наносим на тело после душа. Не надо наносить перед выходом из дома. Это очень большая ошибка. Он не закрепится на вас, не раскроется и очень-очень быстро выветрится. Ребят, еще раз повторяю. После душа на сухую кожу. Насухо вытерлись. Прошло 1-2 минуты и нанесли на себя уже парфюм. Ребят, как сохранить приятный аромат, приятный запах от себя в течение всего дня? Как вы уже слышали, есть духи, есть туалетная вода, есть адекалон. Но они не будут держаться 24 часа. Их нужно поддерживать. Не всегда мы можем с собой носить флакон с адекалоном, пшикаться и еще что-то делать. Это будет в корне неверно. Есть такая штука, называется дорожный флакон, атомайзер. Это маленький-маленький флакончик, куда вы можете перелить свой парфюм. Очень простая конструкция. Снимаете крышку со своих духов. Они заливаются в атомайзер. И у вас всегда под рукой будет маленький баллончик с парфюмом, который вы можете опять так же нанести, допустим, на запястье, либо на шею и в течение дня поддерживать аромат. Это вам поможет. Есть еще самый финальный завершающий штрих. Конфликт запахов. То есть, к чему это идет? Допустим, у вас хорошие брендовые духи. Все круто, все супер. Вы их купили. Но вы используете, допустим, масс-маркетовский лосьон после бритья. И вы духи наносите на одежду, а лосьон после бритья наносите на зону пульсации, на шею. Потому что вы побрились, вы нанесли его себе на лицо и на шею. И будет более стойким запах именно вот этого дешевого лосьона после бритья. То есть, то, что вы используете дорогие духи, будет практически незаметно. Если вы используете, допустим, антиперспиранты, спреи от пота и прочее, 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 подбирайте их комплексно. Либо чтобы они по запахам не сильно конфликтовали, либо вообще из одной серии. К примеру, у бренда Armani есть сразу идет антиперспирант и духи. Все, то есть, это одна композиция, которая позволит вам вот всегда-всегда приятно пахнуть. Ребят, на самом деле ароматов множество, брендов множество. Если вы не хотите Armani там или еще что-то, есть чисто мужские бренды, которые вот производители косметики тоже производят парфюм. Тут уже все просто как вам нравится. Вы должны понять, что важно выбрать духи или туалетную воду, потому что эти колонны практически не даст вам запаха. И правильно наносить, правильно пользоваться. И финальный момент, которым мы уже будем завершать нашу подборку. Вы могли наблюдать, что когда вы начинаете пользоваться новыми духами или новой туалетной водой, запах яркий. Через месяц вы на себя наносите свой парфюм, и вы не чувствуете запаха. Ваш нос привык, вы больше его не замечаете. Выходом может стать либо сменить парфюм, чтобы у вас было их несколько, либо уже просто смириться с этим. Ребят, вообще в идеале, чтобы у вас было несколько запахов. На лето, на зиму, на осень, с весной. То есть разные-разные нотки, разные композиции, которые позволят вам всегда быть актуальными. В тему того, что мы говорили, как сейчас меняется культура мужской парфюмерии. Появились даже отдельные курсы по мужской парфюмерии, отдельные появились профессии, как мужской парфюмер на западе. Потому что аромат является элементом стиля и очень важен. На деловых переговорах, где-то на презентациях, как говорится, встречают по одежке. Поэтому, ребят, подводя итог, что мы с вами узнали и что мы должны делать? Первое. Правильно выбирайте запахи и займите их себе несколько на разные времена года, даже на разные ситуации. Второй момент. Грамотно храните свою парфюмерию. Не перегревайте ее, не храните ее в условиях высокой влажности. Третий момент. Не допускайте конфликта ваших запахов, допустим, антиперспиранта и своего одеколона. Четвертый момент. Наносите правильно, на точки пульсации, не наносите на одежду. Пятый момент. Ставьте лайки этому видео. Шестое. Делитесь им со своими друзьями. И седьмое. Подписывайтесь на наш канал. Ребят, я напоминаю, что самые крутые и интересные комментарии попадут у нас в следующее видео, как вот эти. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Туаев.